Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий и вы смотрите YouTube канал Kinevix. Наверняка вы смотрели подобное видео на канале Даниэл Мысливис, где он устанавливал Windows XP при 512 килобайт видеопаните. Да, вы не ослышались, 512 килобайт видеопаните. И результат получился забавным, изображение раздвоилось и пользоваться виндой было не очень практично. Однако я решил сделать то же самое, но уже с диспутивами Linux. Кстати ссылку на вдохновители, я про канал Даниэл Мысливис, оставлю в описании и в подсказке. Покажу на примере диспутива Mandrake Linux 9.1, 1963 года выпуска, и эмулятор PCM. И эта программа PCM позволяет эмулировать полноценное компьютерное железо, прям как на компьютерах Мадимурка с его отлавами. Ладно, в шутки сторону. В общем, вы поняли. Но для начала я покажу характеристики виртуальной машины, они появятся у вас на экране. В качестве видеокарты будет использоваться S3, 3, 3, 2, как раз таки на 512 килобайт. Сразу повторяю, что это не мегабайты. А теперь пришло время включать виртуальную машину. Субтитры сделал DimaTorzok Сразу обратите внимание, что графический этап установки Mandrake Linux 9.1 использует видеорежим 640 на 480 при 16 цветах. И в таком видеорежиме установщик выглядит, мягко говоря, скудно. Тут даже в переключателях шрифт еле-еле читаем, и рекламные сообщения также не показываются во время установки. И что самое удивительное, есть также и драйвера из коробки для данной видеокарты. Отмечу, что при 512 килобайт видеопланете можно выставить только 256 цветов, и не больше. Плюс ещё разрешение, и не больше 800 на 600. Правда, при тестировании этого драйвера сначала появляются графические артефакты, а уже потом начинает прорисовываться нормальная картинка. Ну а теперь после того, как установка Mandrake Linux 9.1 уже завершена, я перезагружаю виртуальную машину. Ага, там только что померкнуло графическое меню, и нас перекидывает в текстовое меню, видимо из-за недостатка видеопланете. ДИСБУТИВА 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 Кстати, после загрузки ДИСБУТИВА, ИКСы сразу не запускаются. Они запускаются только во время входа в систему. Но как только я закрываю мастер-пио запуском Android, система начинает дико тормозить. Не знаю, может быть из-за PCM, может из-за медленной эмуляции процессора, может быть из-за слабого процесса, кто знает. Но система загружается очень долго из-за того, что пытается прогрузиться интерфейс KDE-3. Так ещё и графическая подсистема циклически перезагружается. Или скорее всего вылетает. Ну и пора подводить итоги. В принципе, на 512 мегабайтах, так же как и на 1 мегабайт, можно пользоваться разве что в консоли. Потому что с иксами возникнут очень серьёзные проблемы, вроде баги в прорисовках и что-то ещё. Ну, вот так вот. На этом, пожалуй, всё. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на наш канал и на канал Даниил Мысливец. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!